Как же мне вот на ровном месте повезло выбрать правильное место для покупаться, перекусить яблоки. Здесь на набережной можно встречать красивый закат, правда пирс немножко мешает. И вот я еду, только подумал, что всё-таки надо в гостиницу ехать, постираться, покупаться, зарядиться, отдохнуть и пишет мне Ахмат, типа эй, где ты, я же жду твоего звонка. Так, что он мне свистит, нарываются на общение, ну давай. Я говорю в гостиницу, нет, у нас есть другой план, вот от судьбы не убежишь. На машине, конечно, всё иначе видно. Остров Киш, который я отметил себе на карте и тоже хотел его посетить, приехав сюда, вот до него рукой подать, а я проезжание как-то не влечёт. Как мы коротаем вечер, просто на машине не спеша летаемся по городу, вот прям с такой скоростью и болтаем обо всём. Ух ты, это плавники эти, хакут. Малый принёс продавать. Ахмат мне сказал, где находится гостиница, и если это то, что я видел, там конечно лучше я в палатке бы поспал. Шар ПХР, запах студенческого общежития семейного типа, но чисто для студентов. Подожди, не понял, подожди, а дуж где? Реальная общаковская тема. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Хорошая компания. А дальше без камеры, дальше уже через пару минут, минут через десять, я поехал в эфире, вложу чистую и пастеру. Счастливо. Мой общаговский балкон, с видом то что надо, всё. Сюда возвращаем, я спал на своём хаймате, на своём устальном дышке, вот для порошка. Не сильно, хорошо, пора собираться. Паром на остров Киш, я покупался, я постирался, я зарядился. Пока хорошее настроение, я думал тоже доеду до города, там отваляюсь, но нет, проеду хоть немножко. Да и лучше спать в палатке на берегу моря. Сейчас к хамату надо заехать в гости, панамку забыл, как минимум. Ночные руины днём выглядят, просто руины. Вот я и приехал. Панамка прежде всего. Так отлично, теперь воды пополнить и ехать. Начало третьего дня, хочется сказать с утра тихо и спокойно, хотя здесь уже начало третьего дня, но как-то действительно тихо и спокойно. Есть одна опция, заехать в магазин что-то купить, а другая, ну вот такое что-то. О, мы здесь ещё раз курицу покупали. Или вон там впереди, кстати вкусная была, если будет, возьму, если нет, то поем кебаб, что делать. Так вот это место, но это же оно, да. Рекутория. Рекутория. Эти кабаб, идоня, кабаб, идонян. Суп? Суп, да. Фиш и мать. Что-то подсказывает мне, что этот короткий путь будет очень с приключениями, похоже на места, где добывают соль, главное, чтоб дорога не закончилась, потому что по песку я вволочить. Велосипед не хочу, и воздух прям грязный-грязный, видно где-то пылевой ураган идёт. Какой-то шлюз и вот да, прям цвет грязовый красивый, бери и купайся. Так, а дорога уже идёт не так, как карты рисуют. Местность вроде бы так богата на зелень, а верблюдов не видать, почему они не предпочитают пастись там, где более сухо. Всё-таки дальше проеду, хочется ближе к берегу, с более громким шумом прибоя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, как я проехал по этому песку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как без подножки можно путешествовать? Не понимаю. На персов кучу песка, ага, и дороги там нет. О, мотоцикл едет, отлично, значит есть объезд этого канала. Супер. Ну и заодно гляну на пляж, потому что у меня в планах, наверное, на пляже сегодня ночевать. Да, просто перерыли, канал огромный, мост видно буду делать. До пляжа приличненько ещё и топать. И вон посёлочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одним словом, попал я в ловушку. И шёл я вдоль моря себе, потом вырылил огромный канал. Вот он идёт, 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 я увидел с той стороны мотоцикл, а он вообще куда-то туда уехал, а канал повернул буквой Г и ещё куда-то туда идёт. По дороге видно, что я здесь редкий гость. Ну приезжают, разворачиваются и выезжают люди. Ну вот честно, тяжеловато будет, допускай там уехать. Хотя, ну кажется, что это есть. Вариант, конечно, психануть и переплыть, сумки герметичные. По одной себе нацепил их, перекинул велосипед, жалко. Я его полностью окуну. Не смогу над собой держать теплый. А если я его не удержу? А здесь походу глубоко. Ага, а моста не видно. Что, обратно вот это всё возвращаться? Ещё и канал такой мощный, глубокий. Бирюза, спокойно, только толку. И посёлок, живот рукой подать. Вообще даже животные какие не ходят. Так, возвращаться обратно или ехать по этой дороге? Сейчас что-нибудь придумаем. Я думал успеть до заката в посёлок заехать, купить фруктов, сесть на берегу. Ну туда тоже едут, но очень уже мало. А вот мой след. Вот так я и еду. Кто не рискует, тот не переплывает канал. Решили продолжать двигаться в этом направлении, а вдруг повезёт. Вдруг там будет сейчас какая-то мель или ещё что-то. Как ледокол, прокладываю себе путь чуть-чуть с песок. Ситуация становится всё более весёлой и всё более тяжёлой. Канал не мельчает. Но дорога, зато радует, что есть следы от мотоцикла. Наверное они знают, куда ехать. Туда или оттуда приехал? Не нравятся эти овраги верх-висные, но выбора нет. Нереально закапываюсь и всё. Пол пятого, через меньше, чем через час будет уже закат. Посёлок. Пошло сегодня всё не по моему плану. Толкаю велосипед к морю, ставлю палатку, а утром возвращаюсь и еду. Именно так выглядит обречённость. Как по снегу иду. Спать. Так, ну я где-то процентов здесь наверное прошёл. Ещё 9 десятых. Мелочи. Ну а по что ветер свистеть? Только помыл кроссовки, ай-ай-ай. Всё, позабивалось, да что ж такое, то есть и дорогой вернуться назад, было бы и проще и скорее. Хочется сказать, что зато теперь я получил опыт и теперь я знаю, что проще возвращаться назад, тоже дорога, но нет, на самом деле я так уже много раз сделал и бывало, что везло мне, что я проскакивал, сегодня не повезло, вляпался, но бывает везёт. Ура, вернулся на трассу. Ну что, вывод я не сделал, еду обратно, сейчас посмотрю, может с морской стороны входа этого канала, может там всего лишь по пояс, я тогда перейду. Вон там уже на мыло, где волна заворачивается, здесь чуть-чуть, но все равно глубокий пролив, видно его чистят. Ну вот же, кто-то, какой-то бы мостик, а что у меня ничего такого нет, чтобы можно было велосипед переправить, надувной лодки нет. И пляж ещё такой, как раз под всю линию прибоя, будет прилив, отлив и всё намочится. Здесь ночью крабы походу вообще гонки устраивают, сколько их тут, всё обходили, всё облазили. Пляж походу дикий, им здесь спокойно, даже вон куда лезут. Всё, вот настолько пыльный воздух, что солнце даже пробиваясь через облака, всё равно уже тускнеет. Тихо, скромненько, красиво, буду сегодня ночевать здесь, можно даже погуляться, брать себе пару обувей. Или посидеть на мягком. Какой-то мужик бах и пошёл в темноте, и прошёл он оттуда, я его видел ещё очень далеко. Так, у меня теперь есть идея, я разложил палатку, но если сейчас отлив, он был сухой интересно, по-моему да. Если отлив, и там можно пройти этот канал, сейчас быстро сбегаю и посмотрю. Так, вот он ещё и в ботинках, вот он увидел меня и свернул, пошёл, надо быстро заходить посмотреть, потому что сейчас вот начинается отлив, соответственно, может я и проскочу. Вон, живность вылазит, ползает. Да, уже начинают бегать всякие кабики. Вон, живность вылазит. Теперь надо быть внимательным, смотреть, как он прошёл, мне кажется, что он с того посёлка идёт, а где его следы. Вот, да, вот уже край, ёлки-палки, если сейчас реально я смогу здесь перейти, иду обратно собирать палатку. Так, следы его, что-то я их потерял из вида, это мои, нет, вот его тоже рядом шли, вот он. Так, храбики ползают. Понятно, тут наверное уже смыло. Ага, здесь скользко, нет, я не думаю, что он здесь переходил, хотя, никуда его следов нет. А, нет, вот его следы, отлично, сейчас я пойму, откуда он пришёл. Вот его следы. Или это мои утренние? Ай, дневные, я тут тоже ходил. Так, ну здесь прям вода течёт, а-а-а, вода выходит с канала. Прям очень сильно выходит. Мне кажется, что надо собирать всё-таки вещи и подъезжать сюда, возможно через часик-второй, пока сейчас хорошо отлив пройдёт, может вода из канала тоже достаточно выйдет, я вот тут вот по этому месту и пройду. Да, это моё место, это мои следы, я же ходил, хотя нет, две пары, ну вот это мои, а это его. Это мои только что, буду сейчас смотреть по сторонам внимательно, но тут он не мог канал посередине перейти, прям глубоко. Что-то меня терзают мутные сомнения, что он тут перешёл, тут прям очень глубоко, тут прям глубоко, даже когда отойдёт. Но при этом, откуда ему оттуда взяться, надо было спросить, вот я тоже не сразу сообразил. Десять вечера, прошло полтора часа после того, как я бегал туда, полтора километра. Я отметил полосками себе полтора часа назад, во-первых, когда я пришёл, вот здесь была вода, потом вот я набегал-набегал и полтора часа назад вода доставала раз полоска, два полоска, три полоска, вот до сюда, ну ненамного отошла. Даже не знаю, ой, как красиво поспориться, нет, я думаю камера не потянет. И вот что делать? Как бы завтра немного, километров двадцать петлю намотать надо, чтобы вот этот объехать. Полтора километра, ещё я уже три километра по песку сбегал. Вот прям не спится, хочется пойти и проверить. Полтора часа назад я возвращался по этим следам, нет, туда шёл, и вот аж насколько вода ушла, а вода вот здесь подмывала. Сейчас этот вид выглядит таким образом. Вода уходит и уходит, ну нормально, вот если я стою по той высоте, то метр точно, даже если не полтора уж дома. Так как утром я уже не застану отлив, то мне нужно сейчас ходить и даже ради любопытства посмотреть, насколько откроется тот канал. А утром высплюсь, значит, позже. Привет, дружочек. Оп, 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 а бежал. Бежали, бежали, мы не увидели, остановились. Не, ну глубоко, вообще не вариант. Да, хоть и отошло нормально воды, но тут не перебраться, не намочив полностью велосипед. Любопытство удовлетворил, я спокоен, что эту возможность я не упускаю, что её вообще нет. Всё, и возвращаюсь обратно, дышу свежим вкусным воздухом, любуюсь, как красиво фосфорится накат волны. Иногда встречаю товарищей, оп, и бегают много. Ого, ого. Ого. КОНЕЦ Толкаю велосипед по песку, по вчерашнему же своему следу, еду вокруг и объезжаю, ощущение, что каждый день что-то повторяется одно и то же, типа ну снимал я такое уже, опять откуда-то выкатил, прикатил в магазин, поел, покрутил педали, повосхищался видами, поставил палатку. Виды действительно красивые, в магазин действительно рад, покататься тоже хочется, сейчас планирую, выключить камеру и немножко, вот без камеры побыть, без суеты, есть куда ехать. Так что пока наслажусь, буду наслаждаться своими ранами в тишине. Салам! 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 Вечер второго дня, вчера ничего целый день не снимал, утром сегодня ничего не снимал и под вечер сменилась обстановка, хотя ещё не хотел снимать, но думаю всё-таки этот момент, хочется даже для самого себя сохранить его. Парк, обычное здесь дело, я восхищён Ираном в этом отношении, мне конечно больше нравится средняя и северная и западная часть Курдистана, где я был там иначе, здесь конечно по-другому, но парки это здесь нечто, там вот вся движуха парка, я как бы на краю его, вот со стороны пустыря заехал, думал там ставить палатку, но как-то там места всё не мог найти прикольные, ну ровненькие и всё равно прожектор освещает, всё видно, смотрю тут такая история, площадка, наверное для того, чтобы то ли чтобы дети игрались, то ли чтобы молиться, я ещё не понял, калитка, это я сейчас закрыл, потому что он закатил велосипед, поставил, а я с шампунем, со стиральным порошком и с полотенцем, куда же иду, хотел сегодня спать на пляже, но здесь болото, здесь нет нормального пляжа и плюс здесь завтра утром, я хочу посмотреть, стоит корабль деревянный, традиционный, старый персидский, вот, я иду в туалет, чтобы принимать душ, это Иран, сейчас я просто должен это показать, от города, сколько я проехал, около пяти километров, если я не ошибаюсь, за городом, вот этот парк, в принципе, поэтому я думаю, что спокойно, вон стоит будка со шлагбаумом, но все проезжают мимо, наверное, она уже не работает, а может и днём даже не работает, приезжают некоторые машины, катаются по кругу, туалет, я уже пришёл, почистил зубы, умылся и вот, пока это всё делал, ой, они что на ночь закрывают, наверное, смотрю и такая мысль у меня, а чего это там вдруг наверху делает бойлер, а я такой, тадададан, ну вот, он ещё и работает, с такими парками можно и не снимать гостиницу, при большом желании, я думаю, там и розетку можно найти, они там есть, но я не обрету внимание, ты сейчас вдруг подумал, думаю, что здесь есть, чего здесь не хватает, чтобы это было вот прям, как гостиница, душ есть, туалет есть, я в некоторых гостиницах тоже сплю, в своём спальном мешке и на своём каремате, розетка только. Хорошее место, всё, красота, чистенький, свеженький, постиранный, иду ложиться спать. Субтитры сделал DimaTorzok Палатку ставить не буду, хоть и ночь около там, наверное, градусов до 18 максимум опускается, но комаров нет, каремат постелю и всё. А завтра новый день и опять дорога вдоль моря, среди гор, среди всего. Тогда до завтра.